Народный чемпионат Восточно-Европейской лиги по настольному теннису, посвященный Дню города, который проходит при поддержке мэра Бельс Рената Усатова, проводится в нашем городе второй год подряд. В этом году в соревнованиях принимают участие юные теннисисты из Нижнего Новгорода России, Гомеля Беларусь, Баку Азербайджан, Сучава Румыния, из Веницы и Черновцов Украина, а также из нескольких городов Молдовы. 19 мая состоялось торжественное открытие соревнований. Перед собравшимися выступили танцевальный коллектив «Максимум» и юное дарование певец Виктор Лисы. С приветственной речью к участникам турнира обратились вице-мэр города Игорь Шеремет, тренеры и представители международных делегаций. Ну, дорогие друзья, честно, такие эмоции все-таки вспыхнули, потому что пару лет назад об этом чемпионате даже никто не знал и даже и не думал. Пару лет назад даже не было соответствующих условий для организации проведения не то что чемпионата, а для элементарных диндеров. Ну, вы знаете, Гринатор Георгиевич – спортивный, в первую очередь, примат, который очень усердно поддерживает любые инициативы, включительно, конечно, развитие и продвижение спорта не только в муниципе Виктория, но и по всей Республике Молдова. Мы сегодня видим огромный результат, который мы достигли вместе благодаря нашим тренерам, нашим руководителям, нашим детишкам, которые заинтересованы и есть, соответственно, очень интересны тренироваться и развиваться. И вместе мы достигли определенного результата, потому что взяли даже по прошлому и другому году, сегодня у нас уже больше участников, больше представителей иностранных стран. И я думаю и уверен, что из-за года в год интерес к чемпионату возрастет на больших и не больших. Я вас поздравляю. Спасибо огромное нашим организаторам, нашим приглашенным, гостям, которые приняли наше приглашение. И, конечно, они тоже приятно удивлены за такой короткий срок, как восстанавливается определенный умирающий этап медоспорта в муниципе Вельсии. Будем каждый год развиваться и инвестироваться в следующий раз. Спасибо большое. Дорогие участники соревнований, зрители, судьи, тренеры, гости, сегодня мы с вами открываем чемпионат в Астраховской Европейской линии по настольному теннису среди юношей и девушек. Эти соревнования проходят в городе Бельце Молдовской Республики. Вы знаете, что эти соревнования являются традиционными, и уже, наверное, более 10 лет они проводятся в различных городах и странах. Они проходили в Донецке, в Нижнем Новгороде, в Санкт-Петербурге, в Тишиневе. И вот сейчас в эстапету проведение этих мероприятий принял город Бельце. Я хочу сказать, что проведение мероприятий любых – это определенный труд. И без помощи людей, которые заинтересованы в нашем виде спорта, конечно, такого бы ничего не было. Поэтому хочется сказать и выразить слово благодарности администрации города Бельце в лице господина Кусатова, мэра города, исполняющего обязанности Шеремета. Выразить, также выразить благодарность Федерации настольного тенниса Молдовы, в лице президента Федерации господина Семипятова. И особенно хочется выразить слова благодарности Шарику Олегу Деонидовичу, который в течение года самотвержденно трудился для того, чтобы сделать вот этот уютный, прекрасный зал, который готов для проведения соревнований различного рамка и для учебно-тренировочной работы. Ну а участникам, конечно, я хочу пожелать больших спортивных успехов, большой спортивной карьеры. И хочу сказать, что многие, кто принимал раньше участие в соревнованиях в Восточной Европейской Лиге, в настоящее время защищают цвета своих стран, республик, регионов на международных соревнованиях. Поэтому я хочу пожелать вам удачи и больших спортивных достижений. После окончания торжественной церемонии международному чемпионату нынешнего года был дан старт. Представитель делегации из Азербайджана, главный тренер сборной этой страны по настольному теннису, судья международного класса Александр Зудов, рассказал о воспитанниках, приехавших с ним, и о важности подобных соревнований. Также гость города поздравил бельчан с храмовым праздником. Я привез двух маленьких, где-то до 2008 года, самая маленькая категория, маленьких спортсменов, попробоваться в международном турнире. Вы впервые приехали на бельский турнир или были в прошлый год? Прошлогодним я нет, не был, но у меня очень хорошие дружеские отношения с молдавским основным теннисом. Я в Молдавии езжу с 1972 года. То есть у нас всегда были теплые дружеские отношения с молдавским настольным теннисом. И это способствовало развитию нашего и вашего настольного тенниса. То есть десятилетия нас связывают. Поэтому я могу сказать, что этот турнир я много слышал, и Олег Леонидович я знаю прекрасно, мы десятки лет дружим. Вот в прошлом году не получилось, а в этом получилось выбить средства. Почему? Потому что, вы знаете, приказ сейчас сверевствует с финансовым кризисом, очень тяжелым. Я поэтому сказал, все благодарят, благодарят. Но дело в том, что администрация города действительно выделила средства, а в тот тяжелый момент, когда сейчас по кругу. Это только похвала и ничего больше. О самом турнире, все-таки сколько возрастных категорий, какое количество участников? Здесь 8 категорий, плюс ветераны. То есть это такой разносторонний, скажем, не какой-то одного возраста турнир. Что и правильно, что и хорошо. То есть это привлекает. Одна команда может привезти кадетов, другая может привезти мини-кадетов. У кого-то есть юноши, у кого-то есть взрослые, у кого-то есть ветераны. То есть для всех есть возможность участвовать в этом турнире. А в пользе этого турнира, я всегда считал, что помимо того, что спортсмен приезжает и участвует в международном турнире, это всегда контакт. Контакт – это отношение. Отношение – это, значит, понимание друг к другу. Поскольку в последнее время вы сами прекрасно понимаете, что произошло. С распадом люди стали замкнутые, странные, все стали чересчур независимые. Поэтому в данном случае я считаю, что плюс этого международного турнира, то есть он повышает спортивное мастерство, естественно. Ну и второе – это вот контакт с детьми. Потому что вот мои дети, например, один у меня разговаривает на русском, другой нет, но пытается, во всяком случае, контактировать. Это уже хорошо. То есть попытка, чего нам не хватает в этой теперешней быстротечной жизни. У ребят какие впечатления? Масса, масса. Почему? Потому что ваш турнир в их жизни спортивной первый. Я до сих пор помню свой первый, и это очень западает. Поэтому я думаю, что вот именно этот турнир, который проводится на вот таком высоком уровне, тоже осядет у них в памяти и в голове, и останется на всю жизнь. Потому что очень важно, хорошее впечатление в начале пути. Если они будут, то им продолжать легче будет. Турнир приурочен к Дню города Бельцы. Может, вы скажете какое-то поздравление, обращение к бельчанам? Ну, я знаю, Олег говорил, что до 2 числа у вас День города. Мне бы хотелось искренне от своего скромного имени поздравить всех бельчан с этим прекрасным праздником, потому что День города. Ну, наверное, это тот отчет, от которого как бы проходит, и можно оценить, что сделано, что не сделано. Поэтому мне что хочется пожелать? Пожелать всего самого хорошего, наилучшего, здоровья, процветания, и чтобы все было хорошо на прекрасной молдавской земле. Соревнования среди юношей и девушек в восьми возрастных категориях будут проходить на протяжении четырех дней, вплоть до 22 мая, когда в День города Бельцы победителям турнира вручат медали и кубки. Напомним, поединки между спортсменами проводятся ежегодно с 10.00. Вход для зрителей свободный. Редактор субтитров А.Семкин